Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что на этот раз рынок зафиксировал маленькое снижение, то есть биткоин упал на 1%, eth на 2,6% и так далее. На самом деле, если посмотреть на графики, как будто бы они продолжают двигаться вбок, новости достаточно скучные, то есть каждый день вот при таком рынке, когда идет консолидация, если посмотреть на новости, все время кто-то говорит, цена выстрелит, дойдет до 20 тысяч, до 50 тысяч, биткоины это будущее и так далее. И каждый день все одно и то же. Или, конечно, там, когда цена падает, иногда появляются вот эти пессимисты, которые говорят, вот-вот-вот, сейчас цена упадет до нуля. Поэтому на рынке скучно, я просто сегодня провожу немножечко обзор по-другому. Единственное, хочу сказать, что вот в новостях то самое интересное, которое сейчас крутится, это тот хак, который произошел на Твиттере. И тут видно, что практически в основном очень много таких тем по поводу Твиттера. Джо Байден с Твиттера был хакнут, Джастинсон готов заплатить там 1 миллион для, по поводу этого, на эту тему. Илон Маск, Билл Гейтс, Твиттер-аккаунт хак, то есть видно, что вот эта тема по поводу хака Твиттера самая актуальная сейчас в последние 24 часа. Но я не считаю, что это так важно для криптовалютного рынка. Конечно, кто-то может быть говорит, вот пора уже переходить на децентрализованные социальные сети. Да, конечно, это так. Но эту новость практически я не буду комментировать, потому что она не связана с ценами на криптовалюты. Итак, что сегодня я сделаю? Сегодня я поговорю о свечных формациях чисто теоретически, очень коротко. И сегодня практически я прокомментирую вот эту падающую звезду. Это свечная модель или Shooting Star, которая обычно находится на вершине восходящего тренда и после которой в большинстве случаев происходит разворот. То есть как на графиках, если вы открываете свечные графики, находить такие потенциальные моменты разворота восходящего тренда и перехода в нисходящий тренд на фоне вот этой Shooting Star свечи. Есть и перевернутый молот, это тоже самое, но это мы рассмотрим в другой раз. Сегодня будем говорить о Shooting Star. Итак, Shooting Star, вот как она выглядит, большая верхняя тень у свечи и маленькое практически тело в нижней свечи. Иногда здесь может быть, получится и маленькая нижняя тень, но в идеальном случае вот как выглядит свеча. Но иногда я хочу сказать, здесь может быть и маленькая нижняя тень. Важно, чтобы была большая верхняя тень и маленькое тело в нижней части практически разброса цены. Согласно инвестопедии, википедии и так далее, здесь говорится, что в техническом анализе падающая звезда или Shooting Star рассматривается в качестве разворотной свечи, которая говорит о том, что впереди разворот и падение цен. Давайте мы сейчас попытаемся найти вот такие свечи, падающие звезды или Shooting Star на графиках криптовалют, начиная практически с биткоина. То есть вот он практически биткоин, переходим к свечному графику. И конечно, что хочу сказать, это практически у меня сейчас недельный таймфрейм. Я уберу объемы. Я уберу и вот эти горизонтальные, вертикальные, белые, серые линии, чтобы все было чище. И что хочу сказать, если перейти на очень короткие таймфреймы, там на часовой график, четырехчасовой график, там много таких свечей будет. Однако, перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что я на финансовых рынках с 2006 года, я пользуюсь фундаментальным свечным техническим анализом. И хочу сказать, что когда я работал в Москве в брокерской компании, несколько лет я проводил обучающие курсы перед аудиторией в онлайне. И так, как пользоваться вот этими свечами, графическим анализом и так далее. То есть, почему на это обращаю внимание? Потому что я всегда говорил, что согласно теории свечного анализа или графического анализа, чем тяжелее таймфрейм, тем весомее сигнал. То есть, если на месячном таймфрейме у нас есть такая разворотная падающая звезда, этот сигнал более надежен, чем если мы найдем такую свечу на часовом таймфрейме или на четырехчасовом таймфрейме. Чем тяжелее таймфрейм, то есть месячный или недельный, тем надежнее этот сигнал. На коротких таймфреймах те сигналы могут появляться, отменяться, то есть я на них не обращаю внимания. Поэтому буду применять эту модель, свечную модель падающая звезда, сегодня только на тяжелых таймфреймах, начиная с месячного и недельного. Итак, на месячном таймфрейме пока здесь ничего такого не вижу, на самом деле, на графике, кроме вот этой падающей звезды, которая практически сформировалась вот здесь. Вот она, практически падающая звезда. Большая верхняя тень, маленькое тело и, конечно, здесь маленькая нижняя тень, но это примерно падающая звезда. И после этого видно, что была вот эта флуктуация и график пошел вниз. То есть вот она, практически одна такая падающая звезда. Давайте сейчас перейдем на месячный таймфрейм. На месячном таймфрейме здесь ничего такого нет. Тут есть друга других интересных формаций свечей разворотных, которые я в других обзорах прокомментирую, но сегодня мы начнем с падающей звезды. Итак, давайте посмотрим, что на графике Ethereum USD, то есть на графике следующей по величине криптовалюте. Это практически месячный таймфрейм. Эту свечу я здесь не вижу, поэтому переходим на недельный таймфрейм. Давайте по вершинам посмотрим, есть ли нечто такое схожее. И вот она, практически вот примерно такая же падающая звезда. То есть большая верхняя тень у этой свечи, вот она, маленькое медвежье тело, сравнительно маленькое в нижней части. Здесь есть тоже практически маленькая такая нижняя тень. И вот это получается, что да, это сформировалось на вершине, на недельном таймфрейме, после которой график пошел вниз. То есть условно это падающая звезда. Вот они, практически падающие звезды. Еще раз хочу сказать, здесь может быть иногда я, то есть принимаю падающую звезду. И в том виде, если у нее есть маленькая нижняя тень, подчеркиваю, маленькая. То есть она должна быть в пределах практически тела или чуть незначительно больше, как, например, вот здесь. Так, сейчас я возьму другую криптовалюту, это последний пример, трон. Почему трон? Может быть кому-то она не нравится. Но тут очень много таких интересных нюансов, таких свечей. И я хочу в качестве заключения ее рассмотреть. А потом вы можете уже открыть любой свечной график и искать вот эти свечи. Еще раз говорю, применяйте их на более тяжелых таймфреймах. Потому что чем весомее, чем тяжелее таймфрейм, тем надежнее сигнал на коротких таймфреймах. Я практически это не применю, потому что там сигналы могут и не сработать очень часто. Итак, месячный таймфрейм. Вот она практически, вот она практически, падающая звезда. Вот она практически, которая сформировалась летом в прошлом году. Большая верхняя тень, это месячный таймфрейм. Тело здесь медвежье маленькое и маленькая нижняя тень. Вот она, практически падающая звезда. Следующая, вот она еще одна падающая звезда, которая сформировалась в феврале текущего года То есть вот она практически, большая верхняя тень, маленькое медвежье тело в нижней части разброса цены И тут маленькая практически нижняя тень, разворотная модель, которая надавила на цену То есть это на месячном таймфрейме, то есть здесь мы уже увидели две такие свечи в очень коротком промеждутке на графике Если перейти на недельном таймфрейме, вот они практически эти падающие звезды Вот она практически здесь условно падающая звезда, то есть большая верхняя тень, маленькое тело, на этот раз бычье И здесь хочу сказать, что здесь практически есть еще одна классическая такая падающая звезда Вот она практически большая верхняя тень, в принципе только маленькое тело, но хочу сказать, что это и бычье тело Имейте в виду, что иногда у падающей звезды может быть и бычье тело. Все-таки технари или чартисты, или те, которые пользуются графиками, они утверждают, что если тело медвежье, сигнал чуть надежнее, если чем у падающей звезды тело бычье. Но здесь они, видимо, сработали. И, соответственно, что хочу сказать, друзья, вот они практически все эти свечи. В качестве заключения, однако, я сейчас хочу еще один нюанс подчеркнуть, который я с целью, пока это показывал, не прокомментировал, потому что хотел просто сначала показать эти свечи, а потом этот нюанс прокомментирует, который я заметил на фоне своего 14-летнего опыта. Итак, иногда очень хорошо есть падающие звезды, но они не срабатывают всегда, так что будьте очень аккуратными. Вот она практически классическая падающая звезда в январе 2019 года. Большая верхняя тень, маленькое медвежье тело, но цена не пошла вниз, как практически здесь предполагалось. Почему? Потому что, конечно, здесь много факторов, но как подключиться к таким сигналам? Я подключаюсь к таким сигналам только если после этой свечи формируется другая свеча, желательно медвежья, которая обновляет минимум этой свечи, то есть падающие звезды, и, конечно, не обновляет максимум предыдущие свечи, то есть падающие звезды. То есть, если есть падающая звезда, хорошо, чтобы следующая свеча была вот такой медвежьей, с медвежьим телом, без отскока вверх, без большой верхней тени и обновлением предыдущего минимума, минимума падающей свечи. Этот сигнал считается подтверждающим. Вот тогда можно практически более надежно подключиться. И поэтому здесь видно, что у этой свечи практически не было медвежьего тела последующего, она не обновила предыдущий минимум, вот он практически минимум. Соответственно, здесь не было подтверждения. В отличие от тех моментов здесь, в отличие от тех моментов здесь, вот она практически падающая звезда, потом медвежья свеча, обновляющая минимум, с маленькой большой тенью, которая показала, что нет отскока уже вверх. То же самое практически и здесь, конечно, здесь это произошло через одну свечу, но все-таки вот они подтверждающие сигналы. Так что, друзья, у меня на этом все. Можете протестировать на графиках и, конечно, если у вас вопросы, пишите в качестве комментариев ниже этого видео. Всем спасибо за просмотр, удачного дня, здоровья и до новых встреч с вами, как всегда. В это время был AdCryptoSpa.